В православной литературе я читал, что человек должен считать себя хуже всех. Извините, я с этим не очень согласен. Как прокомментируете это? Спасибо. Прокомментирую. Да, здесь есть о чем поговорить, достаточно серьезно. Действительно, в православной литературе пишут о том, что человек должен считать себя хуже всех. Более того, в Евангелии мы можем увидеть основания для этого. Мы не должны превозноситься перед кем-то, мы должны смиряться, мы должны как-то вести себя со всеми очень дружелюбно, прощать врагам, даже если тебя ударили в одну щеку, подставить другую. То есть, какая-то безответность должна быть, какое-то смирение, какая-то кротость, какое-то терпение. И у святых отцов много-много раз встречается, что считай себя хуже всех и все. Держи ум свой в аду и не отчаивайся. И так далее. Много здесь, действительно, это есть. Но, понимаете, христианство все соткано из противоречий. Все соткано. Ну, возьмите хотя бы даже вот Бог стал человеком, Боговоплощение, Бог стал человеком, Иисус Христос. Вот как можно было соединить такие противоположные вещи, как божественное и человеческое естество воедино что-то? Как это можно было? Это же настолько разные вещи, что мы просто по привычке уже привыкли к тому, нам с детства говорят, вот Бог стал человеком, и мы уже просто заговорим, не задумываясь эти вещи. А на самом-то деле, если так вдуматься, ведь это же несопоставимые вещи. Но Господь взял их и соединил. Или взять, например, девство и материнство. Вот Дева Мария стала Матерью. Ну, кому это может в голову прийти? Вот скажите, пожалуйста. Чтобы соединить такие несоединимые, принципиально несоединимые вещи, но только Господь Бог может это сделать, правда же? Ну, вот он это сделал. А в рай первым вошел разбойник. Не фарисеи, которые исполняли заповеди, законы, все очень тщательно соблюдали, посты соблюдали, молитвы все исполняли, все-все-все, что нужно было, они все делали, жертвовали на храм и прочее. Все это они выполняли очень-очень тщательно. И еще и были очень ревностными и стремились, чтобы все были такими ревнительными благочестием. Но вот их Господь осудил и сказал их в их гробы покрашенные, которые снаружи кажетесь только благочестием, а внутри Вы полны всяких нечистот. А разбойник, который был распятый, который сам на кресте вися, сказал, что мы достойно по делам нашим восприняли наказание. То есть он, собственно говоря, признал, что я заслуживаю такой смерти. Его дела были, значит, такие. А вот он-то первым в рай вошел. Вообще в рай первым вошел. Это где вообще видно? Вот такие вещи, которые уже являются клише своего рода, штамповыми. Мы даже не понимаем, насколько это все противоречиво, насколько это все несоединимо и насколько это все ни в какие ворота просто не влазит. А Господь именно так христианство и создал. Он смертью смерть разрушил. Вот в пасхальном тропаре поем. Смертью смерть разрушил. То есть, кому в голову придет пытаться победить смерть, смерть смертью. Его распяли, его убили, но он именно этим и победил. Ну, это же вообще ни в какие рамки не вмещается. Так вот, христианство, оно все из противоречий. И здесь, в этом случае, о чем вы спрашиваете, что человек должен считать себя хуже всех, тоже есть кое-что. Что вы забываете, упускаете. Дело в том, что мало нам смотреть на то, что говорил Христос в Евангелии. Да, мы читаем, когда Евангелие, мы смотрим, вот его слова, вот его притчи, вот он нас учит тому, вот он нас учит всему, вот он дает такую-то заповедь, вот он так-то отвечает. Вот это мы все это видим. И как бы мы замечаем, обращаем внимание. Но есть еще кое-что, на что мы должны тоже смотреть также пристально и внимательно. На самого Христа. Потому что Он явил нам подлинный настоящий образец, каким должен быть православный христианин. Ну, христианин вообще. Православный просто христианин. Он Христос, а мы христиане. Мы за Ним идем. Он нас учитель. И Он явил собой пример, образец. Вот так нужно делать. Можно как угодно относиться к Евангелию, к Библии. Но, по-моему, ни у кого не вызывает сомнения, что личность Христа, которая описана в Евангелии, можно говорить, что это выдумка. Можно. Но, по крайней мере, описана вот эта личность, пусть даже там литературная. Но это такая личность, которой выше что-то придумать невозможно. Об этом все соглашаются. Посмотрите на Христа. Смиренен ли он? Да, смиренен. Это образец просто смирения. Кроток? Кроток. Он приплыл со своими учениками на другой берег Генисарецкого озера, изгнал из бесноватого бесов. Жители пришли и сказали, уйди, пожалуйста, от нас. Он просто сел и ушел. То есть, в лодку сел и они улыли обратно. То есть, пожалуйста, не хотите, я ухожу. Он уходит. Он ничего не ругается на них, ничего. Просто его попросили удалиться, он ушел. Такую кротость проявляет. Или, допустим, они шли по Самарии и не принимали их в одном селении, и Иоанн и Яков предложили ему свести огонь с неба, чтобы он попалил этих нечестивцев, которые не хотят ему, их учителю, предоставить ночлег. Ну, на что Господь сказал, вы не знаете, какого вы духа. И просто развернулись, пошли в другое селение. То есть, человек совершенно кроток, смиренен. Он и сам о себе говорил, научитесь от Меня. Я, как кроток есмь, и смирен сердцем, и обрячьте покой душам вашим. Он показал нам образец смирения, кротости, терпения, прощения. Когда Его к Кресту прибивали, Он говорил, отче, прости им, не ведут, что творят. Но в то же время Он явил собой образец благородства невероятного. Вы посмотрите, какое достоинство в этой личности. Посмотрите, как Он себя ведет в какие-то моменты, с каким внутренним достоинством. Это просто потрясающе! Вот там соединяются, казалось бы, несоединимые вещи. Какое-то достоинство и в то же время смирение. Нужно соединить в себе эти две крайности, две противоположности каждому из нас. И если мы делаем перекос в сторону какого-то одного края, то это будет уже не смирение, а смиренничение. Есть такое липовое, которое ханженством иногда именуется. Святоши нас ругают иногда. Вот он там на себя смирение изобразил на сердце, а сам он вон какой, знаю я его. Это смиренничание. Это когда перекос в одну сторону идет. А когда в другую сторону, то это уже гордыня какое-то, самомнение какое-то, самопревозношение. Тоже ничего хорошего. А вот именно соединить в себе эти две противоположности, чтобы одновременно считать себя и хуже всех, но и при этом какое-то внутреннее достоинство, это каждый из нас должен быть. Пример, образец Христос. Когда мы стоим перед чашей евхаристической, причащаемся на литургии, мы читаем молитву, там есть такие слова. «Верую Господи и исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедай в мир грешное спасти, от них же первый есмь аз». То есть ты пришел грешников спасти, а я самый первый грешник. Так вот, когда мы это говорим, мы должны это не лицемерно говорить, а искренне. Мы действительно должны себя считать действительно первым грешником внутри себя. Но при этом, удивительная вещь, мы же дерзаем все-таки приступать к причастию, потому что мы внутренне должны осознавать себе, что мы несем еще в себе и образ Божий, что мы ученики Христа, что мы христиане, что мы ученики, как апостолы, которых Христос причащал. Так и мы в данный момент тоже к причастию приступаем. Это противоположные вещи. Но они должны соединяться. Когда они правильно соединяются, получается правильное христианство. Когда они неправильно соединяются, получается либо ханжество какое-то, театр церковный какой-то, где надеваются маски верующих людей и исполняются определенные роли. Либо это совсем безобразие. В принципе, и то, и то безобразие. Когда человек его просто заносит в невероятную какую-то гордыню. Вот так вот. Вопрос очень хороший, он очень глубокий на самом деле. Так что с вами я, в принципе, могу и согласиться, что вы здесь пишите. Я с этим не очень согласен. Даже вот в этой оговорке, что вы с этим не очень согласны. Не то, что я с этим не согласен, но здесь есть не очень. Так вот, я тоже не очень согласен, потому что здесь есть «но» и еще другая часть, которая забывается.